Дай почитать. У каждого выражение своя история, и это еще более примагничивает к латыни. Вот так я попалась на уловку Никиты Самохина «Латынь по-пацански. Прохладные римские истории». Стиль книги совпадает со стилем публикаций в крупнейшем рунет-сообществе по популяризации латинского языка с одноименным названием «Латынь по-пацански». Автор определяет жанр своей книги как трейлер фильма – короткие отрывки, связанные в одну небольшую промо-историю. Цель книги – привлечь внимание читателей к античной истории, побудить изучать ее как можно глубже. Видимо, для этого и выбран был особый лексический пласт – пацанский жаргон, что из девяностых родом, и из малиновых пиджаков, и растопыренных пальцев. Местами забавно, но местами просто утомительно от этого заигрывания и псевдо-стиля. А иногда таки вообще обидно, будто только такой язык нам всем и понятен. Часть книги составляют истории о важных исторических событиях или о личностях. Каждая история сопровождается эпиграфом, современным афоризмом, в свое время переведенным Никитой Самохиным на латынь в том самом рунет-сообществе. Например, «Без брата, как на войне без автомата» или «Если человек пошел к черту, его уже ничто не остановит». Латыни в книге слишком мало. В основном история Рима, рассказанная по-пацански, многознающим пацаном и предназначенная пацаном. Хотя я несправедлива. Книга интересная, и любой узнает что-то новое, прочитав ее. Ну, например, кто помнит такой праздник, как Луперкалии? А еще зачем, простите, голые мужчины в пещере убивали пару козлов и несчастного щенка, а потом, измазавшись их кровью и вырезав полоски и шкур козлов, бежали с воплями, в чем мать родила, за такими же орущими и голыми девицами? Или профессия сборщика мочи. Зачем? Так моча ведь вещь уникальная. Постоит в теплом помещении, а затем выделит аммиак, хорошее чистящее средство, и одежду почистит, и зубы отбелит. Очень много, говоря по-пацански, инфы в книге Никиты Самохина «16 плюс». Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать. Продолжение следует... Читать.